На днях я прочитала книгу «Четвёртый шкаф». И что я могу сказать? Книжка довольно интересная, она мне очень сильно понравилась. Теперь это моя любимая книга. И это, наверное, слишком очевидно, но мне больше всего понравилось то, что там Бильям Аптон довольно часто появлялся и упоминался, но то есть намного чаще, чем в прошлых книгах. И ни для кого уже не секрет то, что он мой самый любимый персонаж на все времена, я его просто обожаю и не могу перестать о нём думать. И я вас уверяю, если бы он существовал в реальности, то я бы от него на шаг бы не отходила, и он, скорее всего, убил бы себя, а не меня, потому что меня вынести невозможно. Но давайте-ка лучше вернёмся к книге. Эту книгу ещё задолго до официального выхода на русском я чуть-чуть читала на английском, и мне мои американские друзья говорили, о чём эта книга, поэтому я, в принципе, знала, чего ожидать, но я же знала не всё, поэтому многие вещи для меня были впервые, и я много чего узнала. Как вы видите, я пометила очень много моментов, в основном это моменты с Вильямом, а также ржачные моменты, потому что они там правда есть, ну или просто я пометила такие суперинтересные, супермоциональные моменты, которые мне показались очень крутыми. Вообще, у меня многие спрашивали, почему же эта книга 18+, что в ней там такого? Во-первых, я сама не знаю, правда, потому что прошлые три книги, они были 16+, сама игра 12+, а некоторые игрушки 6+, впрочем, я не знаю. Так, а хотя стоп, там почти в самом начале книги упоминается алкоголь, а также там есть два таких супер 18+, момента. Ладно, я шучу, там такого ничего особо не было. Ну, а хотя, начиная со страницы 210, у меня начала развиваться слишком бурная фантазия, из-за которой я книгу просто превратила в фанфи, который удостоен рейтинга 18+. Да и просто многие моменты мне показались уж очень смешными. Например, вот этот. Не, ну вы просто представьте, это у себя в голове, это реально ржачно. А также я не поняла смысл действий Вильяма на странице 213. Он распахнул халат, чтобы показать свой торс. Блин, господи, Вильям, что это за совращение малолетних? А вот над этим я угорала очень-очень долго, потому что тут у меня фантазия уже уж совсем разбушевалась. Итак, слушайте. Ей захотелось рассмотреть кое-что подробнее, и она наклонилась ближе. О, боже мой. Продолжаем. Теперь она почти касалась его. И чувствовала ужасный запах дезинфицирующих средств. Она вгляделась в прозрачную пленку. О, боже мой. И увидела вокруг трех вен. А вот, блин, что читаю, не туда. Она вгляделась в прозрачную пленку и увидела, что это спираль. А теперь угадайте, описание чего только что прозвучало. Правильно, шея Вильяма после Спрингтрапа, которая была вся проткнута железками и пластиком. А вы что подумали? Я думаю, вы догадались, что подумала сначала я. О, боже. Теперь, я думаю, вы готовы. Итак, вот какой на самом деле должна быть эта книга, раз уж она 18+. Блин, ребята, извините за то, что я сотворила. Я не буду тебя жалеть. Думаешь, твоя жалость как-то повлияет на мои планы насчет тебя? Иди сюда. Он распахнул халат, чтобы показать свой торс. Джессика встала. Ей захотелось рассмотреть кое-что подробнее, и она наклонилась ближе. Теперь она почти касалась его и чувствовала ужасный запах дезинфицирующих средств. Она выгляделась в прозрачную пленку и увидела, что это спираль. Хорошая девочка. Так, ладно, на сегодня хватит. Всем спасибо за просмотр. Пока.